Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Алексей Купин хочет разъехаться на несколько дней с Майей Донцовой, взять паузу в отношениях. Майя же предложила другой вариант. Ребята вернутся в Москву и Алексей там съездит на выходные. В недавнем эфире показали, как Саймон Марданшин и Марго Овсяникова занимались волшебством за камнями. Саймон говорит о том, что готов формально объявить их парой, но серьезных отношений с Марго он не хочет и даже не ревнует ее к другим парням. Валера Блеменкранц извинился перед тещей. Марина Тристановна приняла извинения и готова пойти на примирение ради дочери. Зрители пишут в комментариях, что Валера за человек было видно еще тогда, когда он Диану Игнатюк таскал по всей комнате. Он человек неуравновешенный и агрессивный. Андрею Денисову понравилась новенькая Настя Болинская. Но девушка ему сказала, что он не в ее вкусе. Ее интересуют фактурные мужчины и ей будет скучно в отношениях с ним. Влад Кадони вернулся на работу, его не было 4 месяца. Во время своего отсутствия Влад сделал ринопластику. Таким способом Кадони решил проблему с затрудненным дыханием и избавился от горбинки. Татьяна Мусульбес пишет о том, что она счастлива в отношениях с Виктором Литвиновым. Они собираются вместе отметить Новый год и потом поехать навестить маму девушке. Алексей Михайловский рассказал о причине ухода с поста генерального продюсера «Дома-2». Он объяснил, что хочет больше времени уделять своей семье. «Мы мечтаем о детях», — говорит он. «Если мужчина мало уделяет внимания семье, он не настоящий мужчина. Так вот, пора стать настоящим». Ольга Бузова ответила, почему она до сих пор одна. Она не хочет быть с мужчинами, которые раздают себя как бесплатный Wi-Fi. «Я верю в сказку», — говорит она. «Либо я одна королева у своего мужчины, либо это не мой мужчина. Только так». Татьяна Владимировна Африкантова в прямом эфире нелицеприятно высказалась в адрес Ромы Капаклы и его мамы. Она не считает его удачной партией для Марины. Молодой человек рос без отца, а значит, является проблемным. А ее дочь, девочка из приличной семьи, достойна самого лучшего. Она никогда не даст благословения на брак Ромы и Марины. И горе-зятя она называет не иначе, как Ромка Конопля. Лиза Полыгалова стала жертвой мошенников. Девушка перевела деньги за квартиру, в которой собиралась поселиться, но въехать в новое жилье так и не смогла. Выручить ее согласился Барзиков. У него как раз есть лишний большой диван. Появилось еще одно подтверждение того, что Ксения Бородина наживается на наивных покупателях. Она покупает на китайских сайтах дешевые вещи и выдает их за свой бренд. Причем цена при этом увеличивается в два раза. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.